здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня будет полив орхидей в керамзите и одна орхидейка у меня будет в коре она свежепосаженная об этом я тоже расскажу как я ее буду поливать недавно я выставила видео как я пересадила вот эту чудесную орхидейку дастибель она ароматная с очень красивыми пятнистыми листиками и сразу же было очень много вопросов по поводу полива как будете поливать и сколько будете поливать с какой периодичностью будете поливать и что вообще будет с этой орхидейкой с этой орхидеи все будет прекрасно мне писали что не видно корни все корешочки я вижу я просматриваю поэтому я могу следить за ее ростом остались воздушные карманы и так как мог был влажный посмотрите какой конденсат собственно полив будет очень легкий здесь идет принцип двойного горшочка здесь одноразовые стаканчики два в одном проделана дырочка и вставлена друг в друга поэтому он полив будет в принципе как в двойных горшочках я налью на сантиметр воды тут мог и он будет распределять уже выше по керамзиту по такому же принципу посажен и big leap тоже в чистый керамзит и с добавлением немножечко мха также он посажен в таком импровизированном двойном горшочки как они перерастут эти горшочки тогда я уже посажу их более внутри в такие в более просторные и в более большие уже горшки уже не стаканчики я всегда поступаю так с подростками которые приходят ко мне из интернета заказ я делаю в интернете я сажаю вот в такие одноразовые стаканчики очень хорошо принимаются очень быстро если размер 1 из 7 я беру маленькие стаканчики я вам уже много раз это показывала если орхидейки в размере 2 и 5 то я сажаю вот такие полулитровые стаканчики очень хорошо приживаются начнем собственно сам полив но у меня здесь стоят сегодня несколько орхидей которые ко мне приехали они уже требуют тоже полива и они также в керамзите дикий кот который я сможешь сказать спасла с планета лета выпросила эту орхидейку тоже уже совсем нет водички дикий кот очень любит попить поэтому он немножечко даже уже потерял тургор срочно требуется долить и рэн добкин она в принципе просушки легко переносит мы можно сказать даже ей все равно но мне тоже в чистом керамзите растет замечательно покупала ее в размере 1 из 7 но сейчас она уже такая вот толстенькая жирненькая кобылка жду от нее цветонос причем мне пришло удобрение grow more с сайта орхарай буду на не как раз на ней тестировать потому что размер позволяет уже цвести мне очень хочется посмотреть на ее цветение так и эту орхидейку мы вместе с вами пересаживали ее название лола 15 ой-ой-ой-ой стоять посмотрите как у нее воспряли листики кто не смотрел пересадку и не знает сейчас о чем я говорю я советую вам посмотреть я ее замачивала в простой воде замачивала вчера полностью слила всю водичку видите здесь практически ничего нет чуть-чуть осталось то что стекло с коры а так я полностью все выливала замачивала на 20 минут в воде заливала вот на такой вот уровень кору чтобы она пропиталась проливом я заливала чтобы сверху мог намок и вы знаете буквально за ночь листики у нее поднялись и теперь выглядят замечательно а сегодня я не уже буду поливать с стимулирующими препаратами и с антистрессовыми пред препаратами я бы так их назвала которые адаптируют орхидеи после пересадки после переезда акклиматизируют да если были какие-то стрессы у растения вот что нам сегодня и нужно одни орхидеи переехали другие пересаженные тоже переехали переехавшие с квартиры в дом и сегодня так как я тестирую линейку от биокомплексов на всю линейку тестирую сегодня я хочу полить я суспензия хлорелы она и активизирует рост и плюс еще снимает стресс и иммунитет повышает поэтому сегодня буду ее использовать буду использовать по инструкции хотя ее можно даже в чистом виде использовать сейчас часто ее продают в магазинах наверное чаще всего можно найти суспензию хлорелы нежели какой-то другой препарат с этой серии даст от этого производителя биокомплекс поэтому суспензию хлорелу легко будет найти я видела и в обе продаются и в лето продаются и обязательно нужно встряхнуть так и у нас здесь для полива 250 миллилитров на 1 литр воды без на один раз в две недели также можно и опрыскивать полив комнатных растений 250 миллилитров на 2 литра воды так вот как раз подкормка принципе можно было бы даже чистой хлорелы опрыскать или полить ну так как растений много я буду разводить 250 миллилитров на 2 литра воды можно 250 миллилитров на литр воды в принципе в инструкции все написано но я разведу посильнее так как повторюсь орхидеек много и чтобы препарата хватило я буду разводить 250 миллилитров на 2 литра воды я думаю этого этого будет достаточно какие-то орхидейки которые требуют более такого серьезного вмешательства тогда я могу даже чистой хлорелой опрыскать вот буду по состоянию смотреть на те орхидеек они у меня полностью до в хорошем состоянии поэтому я буду разводить на 2 литра наливаем сейчас дали водичкой и покажу как я осуществляю сам полив всегда свои орхидейки поливаю теплой водой керамзите все намного проще потому что не нужно замачивать даже если пересадочка ваша свежая да вот только посадили ничего не нужно замачивать как-то мучиться просто полили до уровня но если это закрытая система и большой горшок то два сантиметра если маленький горшочек вот какой рэндопкин то один сантиметр вот еще чуть-чуть дикий кот очень любит пить час обрадуется что ему налили водичку и рэндопкин также в керамзите уже давно растет тоже был вопрос о том что как же ваши орхидейки растут керамзите да замечательно единственное что я добавляю воду удобрения я люблю баловаться с удобрениями их менять покупать в магазине заказывать в интернете поэтому для меня это абсолютно нормальное явление вот видите водичку в рэндопкин переборщила поэтому сейчас она немножечко постоит так и я за лишнюю водичку солью оставлю только сантиметр воды так и здесь смотрите это орхидейка у меня после пересадки уже была политая я дожидаюсь вот такого состояния что получается конденсат есть но водички или чуть-чуть совсем или вообще нету но конденсат у меня есть значит влага там сохраняется и когда я вижу что ой совсем водички уже не осталось и также доливаю примерно сантиметр еще капельку стараюсь поливать по кругу чтобы намочить мог мог впитает в себя в воду с препаратами и будет также постепенно давать их растению вот и весь полив очень быстро и просто и у нашей достибель сегодня будет первый полив но ничем не будет отличаться от обычного чем мне нравится керамзит с одной стороны пролили развернули с другой стороны пролили и все мог главное сверху немножко намочить на первых этапах чтобы вот как раз таки он отдавал орхидейки пока корни не доросли до самого донышка чтобы как раз мог распределял эти питательные вещества а вот скоро немножечко по-другому коров в течение нескольких где-то около месяца наверное нужно поливы именно делать замачиванием какая бы система это не было обязательно завали замачиванием чтобы кора начала работать особенно если это крупная кора ее нужно замачивать вот я вчера не замочила примерно на 20-30 минут полностью слила водичку а сегодня я буду ее поливать препаратом буду наливать так чтобы внутренний горшочек был где-то на сантиметр примерно в воде так видно вот так же по кругу это проливается конечно водичка но это абсолютно ничего страшного в этом нету вот с одной стороны с другой стороны и чтоб внутренний горшочек примерно на сантиметр был выше ну вода была выше чем уровень внутреннего горшочка вот и все весь полив сейчас также керамзит и мох впитает в себя воду и кора и уже буквально через несколько часов я увижу что воды стало значительно меньше потому что кора впитывает в себя воду и впитывает ее хорошо нежели керамзит керамзит в себя воду вообще не впитывает он только передает воду выше корням орхидеи поэтому керамзит ну как мне мне просто удобнее сажать в керамзит но сейчас я вот балуюсь и с посадками в кору я много лет сажала в кору ничего плохого в коре я не вижу сажайте в кору если вам нравится вот мне вот и так и так нравится в керамзите просто нет никаких проблем с замачиванием с тем что кора начинает например через какое-то время все равно преть гнить с керамзитом же такого не происходит керамзит даже можно использовать повторно обдав его кипятком промыв хорошенечко от водорослей можно повторно использовать ничего страшного в этом нет а кору уже повторно использовать нельзя если она перепрела подгоняла и уже разлагается дата ее уже нельзя использовать конечно можно выбирать крупные такие более цельные кусочки которые были сверху вот там где все время влажно кора портится и портится очень сильно поэтому каждые три года нужно менять посадку потому что и корни жизнь корня от полугода до трех лет поэтому каждые три года нужно пересаживать орхидеи вне зависимости даже от того в какой системе она у вас растет в каком посадке в каком грунте чтобы убрать вот испорченные корни вот в принципе все и все я надеюсь что сегодня ответила на все ваши вопросы по поводу полива которые вас интересовали как я поливаю свои орхидейки в керамзите как они у меня живут отлично живут они у меня в керамзите все с ними замечательно цветут я уже с нетерпением жду своего дикого кота который цветущий до который мой который у меня в керамзите уже год очень его жду потому что он пышно цвел и он очень любит попить вот и он без меня уже длительный промежуток времени без полива и я очень переживаю что когда мне его муж привезет возможно он сбросит свои шикарные цветы но ничего страшного главное чтобы с корнями было все хорошо даже если он немножко потеряет тургор тоже ничего страшного он его наберет с первым же поливом ну и все мои дорогие на этом буду заканчивать смотрите мой второй канал там тоже каждый день я выставляю видео но более такого огородного характера канал называется новая жизнь и ссылочка на него будет в описании кстати на новом канале я немножко и дом показываю и как раз еще на новом канале я покажу как я расположила свои орхидейки в доме надеюсь вам это будет интересно поэтому подписывайтесь буду рада каждому новому гостю на моем канале всех люблю всех целую всем пока пока мои хорошие до новых встреч до новых видео